На стадии подготовки российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в этом году 16 октября 2019 года, 15.39 Валерия Маслова, Георгий Масалов Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбам удалось предотвратить 39 терактов в различных регионах страны Кроме того, ФСБ ликвидировало почти 50 террористических ячеек Бортников добавил, что террористы активно используют современные технологии, они общаются в закрытых мессенджерах и собирают деньги через краудфандинговые платформы Директор ФСБ также призвал зарубежных партнеров объединить усилия в борьбе с экстремистами С начала года российские спецслужбы предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на открытии пленарного заседания 18 совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств, партнеров ФСБ в Сочи В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, сказал Бортников По его словам, российские спецслужбы совместно с зарубежными коллегами нанесли террористам ощутимый ущерб Тем не менее такие структуры, как Исламское государство и Аль-Каида, сохранили возможности для преступной деятельности, констатировал Бортников Как следствие, только в 2019 году по всему миру было совершено свыше 1,5 тысячи нападений, в результате которых погибли и пострадали около 7 тысяч человек, сообщил директор ФСБ Для борьбы с этим международному сообществу необходимо повысить взаимодействие и нарастить обмен информацией о террористах, убежден Бортников Важно при этом, отметил глава ФСБ РФ, не политизировать подобное сотрудничество и не применять двойных стандартов В подходах к решению проблемы терроризма не должно быть места двойным стандартам От заигрывания с бандитами в конечном итоге выигрывают только бандиты Их надо преследовать по закону, а при оказании вооруженного сопротивления, уничтожат на месте Полагаем, что иного мнения быть не может, подчеркнул он На страницу галереи Современные технологии на службе террористов Бортников рассказал также, что угрозу создает и возможное использование террористами новых технологий В частности, в ближайшее время спецслужбы столкнутся с улучшением характеристик беспилотников И возможностью проведения атак группой БПЛА под одним управлением, в составе так называемого РОЯ Предупредил он Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения вплоть до химических и отравляющих веществ И действовать автономным РОЯм станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время, подчеркнул директор ФСБ Еще одной новой угрозой со стороны террористов Бортников видит использование террористами связи, которая не зависит ни от сотовых операторов, ни от интернета Дополнительные возможности боевикам, по его словам, дают также доступ к технологиям искусственного интеллекта Предназначенным для анализа больших массивов данных, в том числе и полученных нелегально По данным ФСБ, главы террористических организаций все чаще пытаются приобрести новейшее оружие и средства спутниковой связи Бортников также подчеркнул, что особый риск представляет внедрение боевиками вредоносного ПО в инфраструктуру государств Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов, подчеркнул Бортников Задержаны 152 человека, за 8 месяцев 2019 года предотвращены теракты в четырех городах ЦФО с января по август 2019 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракты в четырех городах Центрального Федерального Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой В этой связи серьезные проблемы считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности, сказал он Директор ФСБ также призвал зарубежных партнеров объединить усилия национальных спецслужб по выявлению и блокированию в интернете материалов экстремистского и террористического содержания Важно не допустить, чтобы террористы заманивали в свои ряды новых членов, подчеркнул Бортников Он предупредил, что подростки с трудностями для социализации становятся уязвимыми для вербовщиков В последнее время в ряде стран обострилась проблема школьного терроризма Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов, отметил он Также Бортников сообщил, что российские силовые ведомства выявили более 5,5 тысячи граждан России Выехавших за рубеж воевать в рядах международных террористов Против почти 4 тысячи Таких человек заведены уголовные дела ФСБ следит за этими людьми и арестовывает их по возвращении Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков, 32 арестованы и 224 осуждены В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы, заключил Бортников Исламское государство, ИК, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года Аль-Каида, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года